Ну что, привет, друзья, с вами Якович. В общем, роликов не было 3-4 дня, но у меня есть оправдание, я занимался очень важными делами. Отдай сало! Кому кажу сало отдать? С моего там кусочек лишился! Отдай сало, блять! Там 2 рублей лежало! Ну а теперь давайте перейдем к ролику. В общем, сегодня я решил проверить, сколько я смогу заработать на фантайме за 1 час. Я надеюсь, что вам будет интересно, и вы должным образом оцените это видео. Ну а начинаем по дефолту, зашел на фантайм, выбрал анку и отправился за добычей монет. По начальным ресурсам у меня был только китстарт, и я решил прописать пионы, но, к сожалению, она мне была недоступна. Но вам она будет доступна, так что прописывайте обязательно пионы, когда заходите на фантайм. Дальше рванул на ртп, удачно тэпнулся и оказался в пустыне, поскольку песок это достаточно неплохой способ по заработку. Но для того, чтобы копать песок, нужна лопата, а в пустыне деревья не растут. Но удачно сложилось так, что кто-то оставил для меня эти доски. Сломал пару досок и приступил к крафту палок. Прописал команду шоп и купил себе два изумруда. Так может сделать, кстати, любой игрок, поскольку фантайм любому новичку дает 10 тысяч на баланс. После того, к скрафтил лопат, начал копать песок. Чтобы ускорить процесс продажи, как только накапал определенное количество песка, я сразу же выставлял его на аукцион. Это позволяло ускорить продажу, а также сократить время. А время в этой серии мне было очень сильно нужно. Примерно через минуту на моем балансе уже красовалась цифра 120 тысяч. Не обращайте внимания, что стало светло, я решил просто выкрутить гамму на стройках. Песок скупали практически моментально, поэтому решил подсмотреть себе элитры, чтобы в дальнейшем упростить всю жизнь в поиске обломков. Но элитры стоили достаточно дорого, поэтому я продолжил копать. Примерно еще через 2 минуты мой баланс уже был 228 тысяч, а это означало, что в принципе я уже могу купить себе элитры. Да, сказать легко, а сделать трудно. Опять отправился копать песок, поскольку цены на элитры очень завышены. Ну и дошло от того, что я просто уже чекал аукцион, и на моем балансе уже было 350 тысяч песка, и тут я чудесным образом выцепляю элитры за 49 тысяч, что просто чудо. Ну а далее я уже приступаю к своему плану. Добавляю немного скорости к полету на элитрах, и прописываю варпад, чтобы не строить портал. Сейчас многие спросят, откуда в инвенте у тебя появился динамит. Так вот, этот динамит я купил на те деньги, которые сэкономил с покупки элита. Этот динамит, кстати, на фантайме называется Тайрвайт, он взрывает очень большое область, что позволяет фармить обломки. В ней река я купил зажигалку за очень дешево на аукционе, и начал искать кирку для того, чтобы ломать те самые обломки, которые мы будем находить. Искать долго не пришлось, я сразу же нашел кирку на магнит. Я понимаю, что некоторые люди смотрят меня и не понимают, о чем я говорю. Так вот, зачарование магнит такая штука, которая ложит вам в инвентарь все ресурсы, которые вы сломали этой киркой. Купив себе данную кирку, я полетел пофармить немного светопыли, попутно у меня скупали мой песок. Но была одна трабла, что эту кирку на магнит нужно было совместить с бульдозером, для того, чтобы максимально быстро вскапывать то, что мне нужно. И тут мне подвернулась удача, я купил бульдозер за очень хорошую цену. Совместив две эти кирки, я получаю одну топовую кирку, которую я смогу ломать очень быстро светопыль или обломки. Пока я занимался кирками, меня любезно уведомили мои подписчики о том, что сейчас будет мистик. А как вы знаете, Аквич не любит просрать возможность потерять все на мистике, поэтому я туда отправляюсь. Ладно, шучу, просирать, конечно, все я не хочу, поэтому прописываю команду ЕК. Это, кстати, донатерская команда, уж извините, схитрил чуть-чуть. Все положил, можно сказать, в онлайн эндер сундук и отправился на мистик. Но пока я ждал человека, который сможет меня тэпнуть на мистик, я ломал светопыль для того, чтобы не просирать время впустую, поскольку все-таки время у меня ограничено, у нас же один час есть только. И таким образом я нафармил целый стак светопыли, просто пока ждал. И, соответственно, эту светопыль я выставил на аукцион за хорошую цену. Далее паренек с ником Сухачел тэпнул меня на мистик, большое спасибо ему за это. Ну и дальше я уже решил ждать, пока он откроется и попробует что-нибудь залутать. Особо долго ждать мне не пришлось, поскольку, когда меня тэпнули, до места оставалось 50 секунд. Ну и как только он открылся, я подбегаю и пытаюсь забрать все, что только могу. По итогу, кстати, да, забрал я очень много. Ура, победа! Ну, в общем, я залутал фантомку, ничего нового. Забил на этот мистик и отправился на аукцион искать экспу, чтобы скрестить свои кирки. Купил экспы и отправился на варп майн, поскольку там есть наковальня. Совместил кирки и получилось ура, победа! Ну а далее вернулся назад Незер. И пока я летел, я увидел огромные кладки светопыли, что меня очень сильно обрадовало и решил этим воспользоваться. Поскольку светопыль можно продавать на аукционе за большую сумму, а копается она просто моментально. Светопыль копалась очень быстро, я сразу же выставлял её на аукцион по 150 тысяч. И скупали её довольно успешно. Примерно через минуту-две на моём балансе уже было почти 800 тысяч, что не могло меня не радовать, поскольку это был самый изичный заработок. Да, это очень хороший способ, чтобы быстро нафармить много монет, но всё-таки я буду придерживаться немного другого плана на эту серию. Но для этого плана мне нужна была ещё одна кирка, поскольку если бы я вскапывал всё своей киркой на бульдозер, она бы очень быстро сломалась. Ну а далее выкапываю уютное место, чтобы установить Тайр Вайт. Единственное, что нужно просто избегать лавы, поскольку она руинит всю эту добычу. После того, как я поджёг Тайр Вайт, ливнул хаб, чтобы меня не убило взрывом, но по итогу это оказалась неверной тактикой, и мне пришлось закупать броню на аукционе. Поскольку оказалось, если взрывается Тайр Вайт, и ты ливаешь хаб, и в этом чанке нету никаких людей, он просто делает взрыв, как будто ты взорвал обычный динамит. По сути, я просто просрал один Тайр Вайт, получается. Ну и поскольку моя идея с хабом прогорела, я решил купить брони на аукционе, чтобы меня просто не убивало взрывом. Для этого мне нужна была алмазка на защиту от снарядов. Благо, нужная алмазная броня была на аукционе, и я без проблем её купил. Купил я её на те монеты, которые я заработал со Света Пыли. Далее я купил опять-таки Тайр Вайт, и отправился искать территорию, где можно его взорвать максимально эффективно. Когда я копал место по взрыв Тайр Вайта, у меня скупали Света Пыль, что было крайне приятно, поскольку мой баланс до сих пор рос от той вещи, которую сделал в самом начале за 2 минуты. Этот бабах оказался более удачным, я сразу увидел 2 обломка. Ну а для тех, кто удивился, почему они так красиво подсвечены, у меня их отлично видно, это мой специальный текстурпак, который вы можете скачать у меня в описании. Ну и по факту у нас получилось 4 обломка с одного взрыва. Один Тайр Вайт стоит в районе 280 тысяч, если купить его с аукциона, а один обломок стоит 250 тысяч. Так что даже если вы добудете один обломок с одного взрыва, вы всё равно в особый минус не уйдёте. Вообще, гораздо выгоднее было бы просто сделать самому Тайр Вайт, закупив порох с аукциона. Но в этот момент у меня ещё не хватало денег, чтобы купить свой стак пороха. Поэтому я продавал обломки и покупал на них Тайр Вайт. Перед тем, как я начал выставлять 4 обломка за 930 тысяч, на моём балансе уже было 340. Все эти 340 тысяч накапали мне со света пыли. Обломки быстренько выкупили у меня, и я уже решил присмотреться, чтобы купить порох и сделать самому Тайр Вайту, поскольку это будет гораздо выгоднее. Но застранцы-продавцы очень сильно завысили цен на порох, поэтому я решил просто ещё один раз купить себе Тайр Вайт. Ну а далее всё было достаточно циклично. Я находил место и взрывал Тайр Вайт. Далее я просто лутал обломки и получал очень большую прибыль с этого. И тут случилось то, чего я точно не ожидал. Меня с какого-то перепугу решили вызвать на проверку. Вау, я прошёл проверку. Видимо какие-то пупсики со стримов накидали на меня жалоб. Понял вас. После проверки решил вернуться к своим обломкам и продолжить фарм. Ну и пока я занимался однотипным фармом, меня уведомли о том, что сейчас будет мистик. Я бафнул инвиску и был готов туда лететь. Но лететь мне то не пришлось, поскольку меня тэпнул добрый игрок. Но, к сожалению, фантайм в это время очень сильно лагал, и меня убили залаганным. Пришлось сделать перезакуп и телепортироваться к тому же игроку. В этот раз он телепортировал меня в более безопасное место, да и к тому же я сразу же зажал клавиши, чтобы даже в лагах куда-то бежать. Пока я искал себе меч для того, чтобы побить инвисок, я увидел то, что один чувак начал простраиваться над мистиком, предположительно, чтобы сбросить туда тэрвайт. Далее увидел чувачка без инвиски, у которого горел пукан, и решил его добить. Тут я заметил какую-то движуху около столбов, и понял, что мне нужно убить этого инвизника. Убил и был доволен, поскольку на мистиках я очень редко кого-то сливаю. С этого инвизника мневой полкамени я решил этим воспользоваться и забраться на эту платформу, чтобы предотвратить сброс тэра. Но не судьба, а наглый инвизник решил сбросить меня оттуда. Но я же не пальцем деланный, простраиваюсь и пытаюсь прибежать и предотвратить всю эту плачевную ситуацию с тэром, но, к сожалению, по итогу получается, что я просто просираю время мистика и ничего не залутываю. После ультра удачного мистика возвращаюсь назад в ад и начинаю делать то, что я уже делал на протяжении получаса. Кстати, особо сильно это не надоедает, поскольку обломки почему-то как-то, не знаю, какое-то позитивное влияние оказывают на вас, и вы не устаете. Субтитры делал DimaTorzok Ну а тут момент, я не уследил за хп и умер, телепортировался на спаун и решил немного развеяться, да так, что уже забыл про террессы, которые из меня выпали. На причале увидел одинокого рыбака и решил спросить у него. Как казалось, рыбак был профессионалом и сразу, как только подошел, вытянул рыбу-фугу, из которой крафтится тотем. Я подумал, что мне нужно отдохнуть и заняться таким же ремеслом, по крайней мере, минут на 10. Я попросил у этого парня удочку, но он почему-то отказал, наверное, потому что это профессиональный спиннинг и только на него ловится рыба-фугу. Далее этот добрый рыбак предложил мне выпить водки, от чего я отказаться не смог, естественно. После того, как мы бахнули с ним по стопорю, этот паренек показал, где можно купить удочку. Я, естественно, купил ее и пошел тоже пытаться что-то поймать. После того, как я купил удочку, докупил еще и специальную сферу, у которой было везение один. Эта сфера позволяла ускорить процесс ловли рыбы. Первым моим уловом оказалась кость. Это невероятно просто. Немного побыв рыбаком, я понял, что это не мое, и отправился назад в ад за своими вещами. Мне повезло, и мои резы не удалились, хотя меня не было примерно, наверное, минут 20. Ну а далее просто решил наултать около 60 обломков, хотя, поскольку меньше 60, меня не устраивало. Но поскольку на стадии монтажа я очень устал вырезать постоянно обломки, я остановился на том, что я вырезал до 49, а все остальное нашел вне монтажа. Соответственно, после всех вот этих манипуляций в инвентаре у меня 61 обломок. Кроме этого, перед тем, как я пошел на второй мистик, я положил в клан около 700 тысяч. После того, как я набрал нужное количество обломков, я отправился на РТП, чтобы найти территорию, где мне будет удобно переплавить эти обломки. Места долго я искать не стал, поскольку мне оно нужно было только для одной задачи, чтобы это переплавить. Мне не нужно было никакое не хранилище, ничего-то еще. Поэтому я по-быстрому скрафтил печки и поставил сундуки. Дальше закинул каждую печку по углю и начал переплавлять свои обломки. Мне кадры, кстати, снял с клана 700 тысяч. Купил золото на аукционе, чтобы сделать слитки из незер-обломков. После того, как я переплавил все обломки, у меня получилось 15 незер-слитков, что было достаточно приятно, поскольку все эти незер-слитки можно было переделать в трапки и продать гораздо дороже. Так я и поступил, купил с аукциона обсидиан и сделал из них трапки. К сожалению, обсидиана на все слитки мне не хватило, поэтому пришлось докупать дополнительно. Ну и после всех манипуляций в моем инвентаре было 15 трапок. Каждую трапку я мог продать в районе 1 300 000, 200 000. И начать я решил с цены 1 300 000, поскольку эта цена была самая низкая на аукционе. Как только я их выложил на аукцион, у меня сразу же купили 3 трапки, что было достаточно приятно. К сожалению, потом эта тенденция немножко приостановилась. Пока я торговал трапками, появился мистик, и я сразу же туда отправился и прилетел. Была только одна проблема, то что именно в этот момент очень сильно лагал сервер. Поэтому я даже не спускался с элитр и не хотел рядом с ним стоять. Но как только до места осталось пару секунд, я все-таки осмелился и даже не стал выкладывать элитр в онлайн эндер сундук, поскольку, ну, просто не было времени на это. И вот, ключевой момент. Мистик почти открылся, и я уже готов забрать все, что там есть. Я открыл и начинаю забирать. Там полный мистик был, я был мега доволен. Думал, что я сейчас убегу, но нет, меня, естественно, убивают. Поэтому я возвращаюсь домой и начинаю продавать трапки уже по 1 200 000, поскольку за 1 200 000 их скупали практически моментально. Примерно минут через 10 все трапки у меня были скуплены. Кроме этого, я продал всю броню, которая на мне была, и все, что вообще было у меня в сундуках лишнее, я тоже продал. И по итогу у меня получилось около 19 миллионов. Соответственно, за час мне удалось заработать 19 миллионов. Для кого-то мало, для кого-то много, но я надеюсь, что вы должным образом оцените этот ролик. Поставьте лайк, подпишитесь, ну, в общем, что-то в этом роде, вы сами знаете. Спасибо вам большое за просмотр, и ожидайте, скоро выходит серия с 25 игроками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...